Приветствую вас и думаю, что в вопросе того, что происходит, вот конкретно, что происходит с вами, будет согласны все эксперты. Вы обиделись на отца, на ребенка, вы сдержите обиду на мужа бывшего, и вот эти вот негативные эмоции, негативные отношения принадлежите на ребенка. Значит, что нужно сделать? Нужно досконально, как можно более четко проработать ваши отношения с мужем, чтобы вы их отпустили. То есть, если вы мужчину любили, и он ушел, то как любящий человек вам, наверное, хотелось ему счастье. Как любящему человеку вам хотелось, чтобы он был счастлив. Если мужчина ушел, значит, без вас он более счастлив. И вам нужно постараться этот факт принят. Вам нужно постараться порадоваться за него, при условии, что у вас к нему искренние чувства. Дальше. Если вы не можете справиться и чувствуете обиду, чувствуете боль, чувствуете разочарование, то в таком случае, к сожалению, ваша любовь была направлена не на мужчину как такового. Мужчина для вас не был самоцелью. То есть, как бы сказать, независимой, самостоятельной целью в отношениях. А мужчина нужен был вам для чего-то. Для оточувствления своих желаний, потребностей. Может быть, вам было с ним спокойно, может быть, вам было с ним лучше или что-то еще. И ваша обида, это именно следствие того, что желания, которые вы стремились удовлетворить, теперь не могут реализовываться. И именно поэтому вы ощущаете негатив. Далее, нужно сказать так, что если у вас действительно есть определенные желания, и эти желания вы, ну, хотели бы реализовать, но не можете, и чувствуете, что такая возможность есть только с мужчиной, который был с вами, то это заглушнение. И ваши желания, ваши потребности, они могут быть реализованы без привязки к мужчине. Для этого нужно их правильно опредмечивать. То есть, мы опредмечиваем наши потребности в том, что нам доступнее всего. например, мы нуждаемся в надежности. Мы эту надежность ищем в другом человеке. Соответственно, нам этот человек, ну, не для того, чтобы поддерживать надежность. А это не всегда верно, потому что у человека могут быть свои интересы. И поскольку надежность нужна нам, то нам нужно ее и обеспечивать. И желательно так, чтобы эта надежность не зависла ни в коем случае от кого бы то ни было. Ведь это наша надежность, надежность нашей жизни. Соответственно, необходимо подумать, какие у вас потребности, и правильно задать им направление, удовлетворение. Следующее, о чем нужно сказать, это обстоятельства, которые повлияли, повлекли за собой ваш разрыв. Нужно понять, что выполнило причины. Нужно перестать при необходимости винить только вашего мужа в том, что произошло. Необходимо отдавать себе отсчет между причинно-следственной связью, между событиями, которые произошли с вами какое-то время назад. И решением раздаться. Как правильно сказал Игорь Леонидович, вам нужно взять на себя часть ответственности. Но не нужно, во-первых, брать ответственность только, чтобы ее взять. То есть не нужно винить себя во всем. Часто бывает так, что люди, начиная копаться в себе и в частности изучая психологию, как бы бросаются из одного полюса в другой. Из одной границы в другую. И раньше человек обвинял себя, ой, обвинял другого, прошу прощения, во всем. А после того, как изучал психологию, пообщался со специалистами, начал обвинять во всем в себе и считать виноватым во всем именно в себе. Потому что, ну, при желании психолог может сказать, что вы во всем виноваты. Но это, в действительности, не совсем так. И нужно взять ту часть ответственности, которая действительно не лезет на вас. Лишь только ту часть ответственности. И понять, почему мужчина так поступил. Когда вы это сделаете, у вас наступит гармония, четкое понимание причин, последствий. И обида уйдет, потому что вы извлечете опыт. А если правильно будете выстраивать реализацию своих потребностей, то негативной энергии копиться у вас не будет. И на ребенка вы срываться тоже перестанете. И я очень рекомендовал бы вам сделать это как можно быстрее. То есть, если вы сами не можете сделать, обратитесь к специалисту, он вам поможет. То, что понравится вам, то, что кому вы доверитесь. Потому что ребенок будет ощущать вред от вашего поведения. Не будет понимать, почему вы так к нему относитесь. А вы тем самым можете способствовать образованию у него комплексов, образованию у него проблем с самооценкой, с самомнением, с гордостью. И это очень сильно повлияет на его будущую взрослую жизнь. В которой будут трудности. Трудности и проблем. Поэтому, если вы этого не хотите, то вы как можно быстрее приступаете к решению этих проблем, к разбору их. И к обретению внутри себя гармонии и понимания. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарны. Надег! Здесь Few ладика. Мы находимся. Нами но мы на этом сейчас.